Два слова скажем сегодня о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Разочарую адептов русского мира в том, что в надежде, что будет кризис Соединенных Штатов, кризиса не будет, дефолта не будет. В Соединенных Штатах между обоими представителями Конгрессии Соединенных Штатов, демократами и республиканцами достигнуто согласие и принято решение о повышении планки государственного долга Соединенных Штатов. Байден подписал закон, закон вступил в силу. То есть дефолта в США не будет и кризиса не будет. Как бы ни были противоречия в Соединенных Штатах, межпартийные противоречия, политические противоречия, но даже некоторые скептики высказывали, что это будет впервые за 247 лет истории существования Соединенных Штатов. Это будет дефолт, все к нему уже готовились. Но вот Джо Байден очень хорошо сказал, президент Соединенных Штатов, он сказал, что никто не получил всего, что хотел. Но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс, сказал президент США. Поэтому США спокойно продолжает проводить свою политику и помогать Украине. То, что для нас было крайне важно на сегодняшний день. Кстати, еще одна из новостей Соединенных Штатов. Мне очень понравился ответ президента Зеленского. Я не ожидал от него такого. Но, тем не менее, мне очень понравился ответ Дональду Трампу. Дональд Трамп, вы знаете, бьет себя в грудь и кричит, вот все, я стану президентом, за 24 часа прекратится война, я все решу, я все выиграю. Вот только надо меня избрать. И в конечном итоге президент Зеленский, я так понял, очень часто Трамп упоминал о том, что он в состоянии решить эту проблему. В конце концов, наш президент ему достойно ответил. Он сказал, что 4 года Трамп был президентом и войну не остановил. А тогда это было намного легче. Потому что тогда не было массированного вторжения, не было такого огромного кровопролития. То есть, когда он это мог, он это не сделал. Когда он это не может, он это обещает. Вот такой был довольно прямой и четкий ответ со стороны Украины. Так что я думаю, что Дональд Трамп со своими идеями фикс остановить войну за 24 часа, может спокойно расслабиться и отдохнуть. Если он может это сделать и хочет, чтобы это было его в политическую копилку, пусть это сделает. Пусть уговорит своего друга Путина вывезти войска из Украины. Вот тогда, я думаю, он будет кумиром не только американцам, но и всего мира. Но он этого не делает, он только обещает. Далее. Опять Пригожин. Невозможно без него. Кстати, Пригожин набирает политический вес. Он сегодня практически выходит на лидирующие позиции после Путина. И я так понимаю, что в Кремле могут задуматься, хотя может быть уже и поздно задумываться. Почему? Потому что войско он свое сохранил. Я не думаю, что до Пригожина можно дотянуться. Плюс у Пригожина, как выясняется из некоторых источников, у Пригожина очень хорошая крыша в кооперативе «Озеро». Которая реализует свое крышевание Пригожина и его окружение через ФСБ Российской Федерации. То есть, где-то там недалеко от Пригожина, я так понимаю, находится Патрушев. Где-то там тень Патрушева за спиной Пригожина маяч. Ну, иначе бы такие заявления никто бы не разрешил бы ему делать. Там у них противостояние с Министерством обороны продолжается. Я не стал вдаваться в подробности. Я имею в виду заявление Пригожина, что пути отхода Вагнеровца были заминированы. Он намекнул, что это мог сделать только Шойгу или Герасимову, то есть Министерство обороны. Но, сейчас Пригожин опять же не упустил момента для того, чтобы в очередной раз вылить ушат грязи на Министерство обороны Российской Федерации. И он сказал, если Министерство обороны РФ не прекратит произвол в Белгородской области, то его бойцы, вагнеровцы, возьмет регион под свой контроль. Шутки о неподконтрольном федеральном центре Белгородской народной республики перестают быть шутками. Как кто-то сказал из известных, это стало мемом, что в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, скорее всего оно так может обернуться. Я не знаю, вот это использовать вооруженное противостояние в Белгородской области для создания своего политического анклава, с которого начать победоносный марш на Москву, политически в первую очередь. В военном плане понятно, что не потянут они. Хотя, если вывести все войска из Украины, то может быть и удастся остановить и отбить Москву. Сейчас войск нету, видите, курсанты и срочники, это все, кто может сегодня спасать, как в советские времена, коммунисты и комсомольцы, все, кто может держать оружие, станьте в строй. Вот примерно так же. Сейчас начинается вот это внутреннее противостояние. Поэтому такие заявления со стороны Пригожина сегодня звучат очень и очень опасно для Кремля. Оккупированный Крым, украинский Крым, там сообщают о взрывах на аэродроме в районе города Джанкой. Обратите внимание, что Бавовна стала приходить в Крым регулярно, но исключительно по военным объектам. Все удары наносятся по аэродромам, по базам хранения техники, вооружения и боеприпасов, по железнодорожным станциям. Они практически не работают сегодня, железнодорожное сообщение с Крымом. Его использует только Министерство обороны РФИ. Поэтому вот эта Бавовна, она случается и с железнодорожными составами, которые везут военные грузы, которые потом долго детонируют после попадания или после появления вот этой первичной Бавовны. Но я так понимаю, что, наверное, было бы неплохо, если бы оперативную обстановку в Крыму генеральный штаб включил бы как отдельное оперативное направление, крымское оперативное направление, и это оперативное направление появилось бы в стандартной ежесуточной сводке генерального штаба. Я считаю, что это очень надо сделать, потому что украинцы должны быть информированы о той ситуации, которая происходит на украинской территории. Особенно, если она временно оккупирована рашистскими войсками. Вот такое вот, надеюсь, появится в ближайшее время в сводке ГША отдельное оперативное направление Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Пан Данилов сделал заявление по поводу потерь Украины и Рашистской Федерации в городе Бахмут. По оценкам нашего министерства с 1 сентября прошлого года, Рашистская Федерация, начав использовать осужденных в качестве наемников, в Бахмуте потеряла где-то порядка 22 тысяч россиян. Я так понимаю, это общие потери. 22 тысячи убитыми, имеется в виду. Ну и до 100 тысяч, еще плюс 80 тысяч ранеными, это то, что говорили американцы. Наши потери были в 7,5 раз меньше. То есть составили, простой арифметикой, то составили около 3 тысяч человек, 3 тысяч военнослужащих. Мы, ну и подчеркну, что мы не имеем права сдавать наши города без боя, отвечая сразу на вопрос, почему мы обороняли Бахмут. Мы не только Бахмут обороняем, мы обороняем и всю территорию Украины в тех границах, которые признаны международным правом. И не претендуем ни на сантиметр чужой земли. Вот такое вот заявление было сделано паном Даниловым о потерях обоих сторон, и нашей, и рашистской, в период обороны, с нашей стороны обороны, с рашистской стороны захвата Бахмута. Который, кстати, так и не состоялся. Далее, Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине. Там появляются иногда, ну такие типа Виктора Орбана, премьера Венгрии. Я бы, я его даже как-то назвал, я бы, наверное, прикрепил бы премьер-министр Венгрии-сотрудник администрации Путина. Потому что, ну, человек идет вопреки здравому смыслу и продвигает российские нарративы даже противоречия политике сосуществования или политике присутствия Венгрии в таких организациях, как Европейский Союз и НАТО. При этом голосует везде за, вместе с другими членами этих двух организаций, за санкции, за выделение военно-технической помощи. И тут же все это критикует, отрицает и порочит, пытаясь навязать нарратив тот, который диктуется с Кремля. Ну, потому что здравому смыслу это не поддается. Как человек, правая рука не знает, что делает левая рука. Так вот, я так понимаю, что примерно таким вот критиком того, что поставки вооружения Украине, прекратите поставки, прекратится война. А я напомню, что, и вот сейчас повторил эту фразу президент Зеленский о том, что если прекратится, но это сказал, по-моему, либо Лой Тостин, либо еще несколько месяцев назад, о том, что если прекратит воевать Россия, прекратится война. Если прекратит воевать Украина, то исчезнет государство Украина. Так вот, Шольц ответил критикам предоставления оружия Украине. В интервью изданию «Диабилд» он сказал, цитата, «Разжигатель войны Путин, он вторгся в Украину с 200 тысячами солдат. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину». И вот такое он сделал резкое заявление. Ну, это, кстати, очень хорошо, мы очень переживали, очень долго Олаф Шольц шел к пониманию этой ситуации. Теперь мы видим, что из его уст звучит именно здравый смысл и четкое понимание того, что происходит и что надо делать, для того, чтобы это прекратить. И вдогонку, прям как будто услышав его, Путин делает заявление через Пескова, фактически отказываясь от СВО. Но Путин очень хочет переговоров и что они готовы. Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, заявляет Песков, чтобы добиваться целей Российской Федерации и иными средствами, чем специальная военная операция, заявил Песков. Ну, вот это вот, вот такое вот, типа, давайте быстро прекратим огонь и сядем за стол переговоров. Нет, теперь уже стол переговоров будет только после выхода на границы 91-го года. Если хотите, открыт к переговорам, выводите войска, разбирайтесь там у себя дома, в Белгородской области, в Брянской области, у вас там что-то на границе рвется, взрывается и гибнут военные. Идите там разбираться, а тут мы разберемся сами, на своей территории мы сами себе хозяева. КОНЕЦ КОНЕЦ